Здравствуйте, дорогие садоводы! Мы стараемся отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете после просмотра наших видеороликов. И вот очень многие спрашивают, как правильно формировать цитрусовые растения. Выращивают же дома и комнатные, так сказать, лимоны, мандарины, апельсины, другие декоративные цитрусовые. И чтобы они имели компактную форму, нужно как раз растения эти формировать. Сейчас нам Сергей Маренков расскажет, как нужно это делать и покажет это все на практике. Ну, смотрите, вот, например, вы приобрели саженец небольшой, годовалый саженец. Вот он, как бы вот здесь у него прививочка на декаре сделана была. Ну, в принципе, без разницы, или привитое растение, или черенкованное, если вы приобрели. Вот, мы берем этот саженец, ну, сажаем горшочек, он у нас растет какое-то время, да, ну, скажем так, год, да. Вот, вырастает. Смотрите, если у вас растение, предполагается, будет расти на подоконнике, то вам высокий штамп не надо, ну, то бишь, я имею в виду ствол, он не нужен, потому что, да, потому что он у вас на подоконнике стоять будет, да, у вас крона будет упираться уже в потолок окна, да, это. Вот, поэтому вы, например, берете, ну, делайте маленький штамп. Если у вас, ну, например, там, зимний сад или лоджия, то можно, конечно, сделать, это, как его, большой штамп, это, как его, вот, то бишь, вот, у вас было такое растение, через какое-то время, вот вы вырастили, вот такое получили, да, вот, та же прививка, да, это как раз вот штампик. Да, это вот, как бы, будет ствол будущего вашего растения, вот, вот у вас в одну палку вы вырастили его, это, и потом вы его, в какой-то определенный момент, да, это как его, вот, обрезаете. Вот, кошмар. Это можно черенки пустить, вот, вы получили вот такое вот растение, вот, у вас эта ветка была вызревшая, ну, то бишь, вот у вас это, это можно сделать, обрезать его где-то, наверное, можно в январе месяце, вот, в феврале цитрусы просыпаются, у них весна, и вот здесь вот, из вот трех-четырех почек, к верхушке, да, три-четыре почки, они просыпаются, и у вас начинают расти веточки, молодые. Выглядит это вот, вот так, вот, видите, вот тоже было здесь, ну, как бы, это... Штампик выращен, да. Вот у вас проснулись две, это, три ветки весной, они выросли, вот, и потом на них снова начинают расти, вот, видите, молоденькие веточки. Ну, например, это будет, ну, можно вообще выгнать года за два, например, да, несколько сделать этих порядков веток. Ну, вот у вас, например, год растет вот эта вот длинная, ну, то бишь, стволик, да, потом у вас... Вот и здесь была обрезка. Да, обрезка была сделана, весной пробудились вот эти вот три ветки, вот, и вы это, и они вызрели, ну, они выросли, вызрели, и их можно снова обрезать. Вот, что, собственно, и сделано здесь, да, вот была обрезка сделана. Да, 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 да. Они когда вызрели, вы их обрезали снова, вот, и у вас пробуждаются снова, ну, ветки, ветки третьего порядка уже. Вот тут я смотрю, раз, два, три, четыре междуузли тут, четыре, пять. Можно короче обрезать, можно короче обрезать, да, можно два-три оставить, можно два-три от основного ствола. Я вот еще слышала, что чем больше порядков ветвеления у лимона, там, у апельсинья, больше плодов, да? Нет, в литературе пишут, что цветы появляются только на ветках третьего, четвертого порядка, вот, ну, по опыту я знаю, что, как бы, не совсем это так, потому что, как бы, бывает и на ветках, и первого порядка появляются, но это все зависит от сортовых особенностей, вот, ну, чаще, да, это ветки третьего, четвертого порядка. Так, дальше, что мы с ними делаем, с этими веточками? А вот у вас выросли еще, следующий порядок веток, да, и вот смотрите, это, вот они, видите, у вас вверх смотрят, да, вот, ну, чтобы растение начало плодоносить побыстрее, да, надо в горизонтальное положение отвести ветки, вот, для этого, вот они пока, они вызревшие, но еще мягенькие, вот, еще их можно вот так вот гнуть, да, вот, для этого мы вот, например, берем, проволоку, вот, или метную, или алюминиевую, вот, мягкие такие проволоки, да, есть, сантиметров 15 она, да, где-то 15, да, да, больше-то не надо, вот, берем на какую-нибудь карандаш, да, или палочку, вот так вот делаем, вот, потом это вынимаем, у вас получается вот такая вот, это, спиралька, спиралька, да, вот, ее вот здесь вот сначала, это, вкручиваем в... В стволик, который, да, который уже вызревший, да, чтобы она, это, фиксируем ее, чтобы она могла держаться здесь хорошенько, вот, потом вот аккуратненько, чтобы не сломать эти веточки молодые, это, и обвиваем вот так вот, вот так вот аккуратненько. А вот спиралька подготовленная, как раз она и нужна, чтобы вот хорошо ложилась... Да, чтобы туда ложилась, в серединку, вот, где карандашик был, легла эта веточка. Веточка. Вот, дело в том, что ветки, ну, когда просыпаются почки, они могут, например, проснуться и идти в это, в одну сторону, да, а вам надо сделать симметрию. Вот, при таком способе формировки, вот, вы каждую веточку обвиваете этим проволокой, да, и потом ее проволокой вот так отгибаете, куда вам нужно, да, и она у вас, когда вызрит веточка, она зафиксируется в таком положении, и у вас будет... Ой, как здорово. И у вас будет совершенно, это как ее симметричное растение. Смотрите, какой простой прием, и, в общем-то, такой эффективный. Да, тут все легко. Вот берете, наматываете, да, вот. Вот, немножко заводите за жесткую веточку, да, вот здесь фиксируете ее, чтобы она не болталась, да, и начинаете вот постепенно молодую захватывать. Вот, захватили молодую веточку, да, аккуратно, чтобы ее не сломать только, очень аккуратно, потому что они хрупкие в этот момент. Запах уже пошел, прям цитрусовый такой. Потому что мы все равно повреждаем немножечко кору. И потом вот ее аккуратненько, прям вот так вот аккуратненько в горизонтальное положение. И вот, например, вот эти вот веточки тоже можно так же вывести, а эти вот сюда вывести. И когда они у вас вызрят, у вас будет вот здесь вот уже, как бы, стандарт кроны. Потом эти веточки снова можно обрызть покороче, они выйдут вот еще. И у вас в конечном итоге будет прекрасное вот такое вот дерево. Ну, понятно. То есть вот, вот видно, что здесь они были отогнуты. Вот, даже осталось, вот посмотрите, вот здесь вот видно, след от проволоки, видите? Где было? Поздно сняли проволоку. Оно утолщалось и врезалось сюда немножечко. Да, да, поздно сняли, надо за этим следить, как бы, да? Вот. Потом вот здесь идет обрезка, здесь идет обрезка, потом снова, потом вот здесь идет обрезка. Вот. И в конечном итоге вот у вас прекрасное, смотрите, какое дерево. Замечательное. Я хочу обратить внимание, что при такой кроне, посмотрите, какой объем горшка, это тоже, наверное, стимулирует более ранние плодоношения. Да, да, да. Дело в том, что тесные горшки, они цветение стимулируют. Да, и посмотрите здесь, смотрите, какое большущее уже растение, а горшочек-то маленький. Ну, горшочек полтора литровый. Да, вот я хочу как раз цветоводов-любителей предостеречь от того, чтобы маленькое растение, вот знаете, я очень часто вижу на подоконниках стоит вот такой вот цитрус, малипусенький совсем еще, а горшок у него сразу огромный, то есть люди думают, чтобы меньше тревожить растение пересадками, сразу в большой его посадят. Они считают, не то что пересадками, они считают, что делают благо, вот мы тебе дадим побольше. Да, а он гонит зеленую массу. Хорошо, если не загниет. Да, хорошо, если правильно, да, потому что в большом объеме закисает почва и начинает страдать корни. Вот, дорогие друзья, видите, как много тонкостей в выращивании цитрусовых растений. Еще раз посмотрите, вот как были отогнуты веточки, вот она пошла вот в сторону. Да, потом была вот обрезана, потом следующая веточка выросла, вот она тоже была обрезана, здесь две проснулись почки, вот и здесь вот тоже самое, здесь вот, вот здесь хорошо видно. Была обрезка тоже. Вот обрезка была сделана, проснулось три ветки, потом они были обрезаны, на них еще какое-то количество проснулось веток, и у вас получается пушистая крона, совершенно симметричная. Вот эти вот длинные надо тоже обрезать? Эти, да, весной будем обрезать Ну вот что, дорогие друзья, наверное, все понятно У Сергея в руках вообще все просто Гнется, обрезается, укореняется, черендуется Не надо бояться Не надо бояться, потому что многие говорят Ой, я боюсь обрезать А потом вырастает такая нехорошая кракозябра, как бы, да? Да, с которой потом не знаешь, что делать Ничего не делаешь, да Вот, кстати сказать, в наших планах Мы будем исправлять такое запущенное растение У которого, по сути дела, не было никакой формировки И Сергей нам покажет, как правильно Да, мы пытаемся что-нибудь сделать Как правильно это делать